Мелких вкладчиков кипрских банков, судя по всему, все же пощадят. Слишком уж много европейцев, которые недовольны стрижкой под одну гребенку. Власти Кипра должны сами решить, как сделать принудительный налог более социально справедливым. Министр финансов ЕС рекомендует освободить от этого налога тех, у кого размер вклада менее 100 тысяч евро. При этом министры указывают, что частные вкладчики должны участвовать в спасении банков. Единоразовый сбор принес бы порядка 6 миллиардов евро. А уж как это оформить, должны думать кипрские власти. А властям Кипра приходится иметь дело не только с гневом собственного народа. Недовольны планами Евросоюза и в Москве. В кипрских банках находятся десятки миллиардов евро, которые принадлежат российским гражданам. И сейчас им грозят немалые убытки. Это выглядит просто как конфискация чужих денег. Не знаю, кто автор этой идеи, но выглядит это именно таким образом. Такая практика, к сожалению, достаточно хорошо была известна и знакома по советскому периоду. На сегодня запланированы переговоры кипрского правительства с президентом России Владимиром Путиным. С одной стороны, Кипру необходима финансовая помощь, ведь в противном случае кипрским банкам не избежать банкротства. С другой стороны, экономика острова слишком уж в большой зависимости от денег россиян.